здравствуйте уважаемые зрители и слушатели и мы с вами продолжаем разговор на тему зачем человеку нужны прикосновения в первой части мы уже немножко остановились на том что прикосновение может выполнять очень разные задачи и подробно обсудили с вами какое значение прикосновения и тактильный контакт как говорят психологи имеет для развития малыша рассмотрим чуть внимательнее где для чего с какой целью мы должны использовать прикосновение чаще где особенно востребовано где в нем особенно нуждаются и так что все-таки прикосновение человеку дает разные прикосновения дают разные давайте об этом чуть подробнее прикосновение мамы к малышу тактильный контакт самые разнообразные формы общения мамы с малышом невероятно полезны не только для его эмоционального развития не только для развития способностей к общению но и для его развития в плане познавательном для развития его любознательности почему дело в том что человек и общение с ним непосредственно эмоциональное общение это кроме всего прочего для малыша самый большой источник новых впечатлений столько впечатлений сколько дает малышу общение с мамой или потом мы посмотрим про папу не может дать ни одна самая интересная игрушка ни одна самая яркая картинка в гаджете все это совершенно отступает перед тем что предоставляет тактильный контакт и непосредственное общение с малышом взрослого человека смотрите какие разнообразные позы может принимать при этом малыш какие разнообразные движения они вместе со взрослым совершают какие разнообразные прикосновения при этом возникают разве это богатство это разнообразие может заменить какой-то картинка или игрушка или гаджет а тот те впечатления которые предлагает малышу отец они еще разнообразней потому что они совсем иные чем то как общается тактильно с малышом мама едва ли мама подбросит малыша высоко вверх едва ли она будет проделывать с ней все эти акробатические упражнения которые с удовольствием проделывает папа вы понимаете какое-то богатство совершенно нового опыта для малыша мы уже говорили что для всех животных особенно для малышей и животных ощущение тактильного контакта ощущение присутствия рядом живого теплого тела это очень важные условия комфортного спокойного сна комфортного отдыха вы посмотрите на эти картинки убедите сами что вообще совершенно безразлично кто кого обнимает малыш животное животное малыша или животные друг дружки при этом такая слабость спать в обнимку с малышом конечно очень приятно не только для новорожденных не только для младенцев но и для деток постарше а иногда и для взрослых когда человеку грустно когда человеку одиноко когда он находится в каких-то новых стрессовых условиях которым он не адаптировался вот такой стресс переживают очень многие студенты первокурсники когда они приезжают учиться из своих семей и своего родного города в другой город и живут в общежитии с незнакомыми людьми они оторваны от своих родителей и никому прислониться некого обнять никто не погладить тебя по главе никто тебя не поцелует никто не приласкает тебя так как это умеет делать только близкие люди и конечно такие студенты чувствуют повышенный дискомфорт повышенный неуют психологи дают очень простые рекомендации которые могут очень сильно помочь и сама я давая такие рекомендации студентам первокурсникам видела с каким энтузиазмом они на них реагируют да я говорю коллеги а вы понимаете что в вашем чувстве дискомфорта в вашем стрессе очень большую составляющую вносит дефицит тактильного контакта но не принято у нас сейчас парням или девчонкам обниматься друг с дружкой не принято это сейчас у нас признак романтических отношений но ведь тактильный контакт нужен не только влюбленным он нужен и как выражение просто дружбы привязанности поддержки и так далее и иногда советую а вы заведите себе какой-нибудь теплый уютный плед который мохнатый который похож немножко на прикосновение животного сядьте в него укутайтесь как в домике как это делают маленькие дети они очень любят штабики и вы почувствуете что вам станет гораздо комфортней даже какая-то плюшевая игрушка которую вы привезли из дома который для вас является символом родного дома и самое главное который можно обнять потискать который можно посидеть с которой можно посидеть рядом вместе чувствую пускай прикосновение игрушки но все-таки прикосновение это тоже очень хороший способ связан справиться со стрессом этим не пренебрегают даже и взрослые этим не прибегают и специалисты психотерапевты вот по воспоминаниям одного очень известного психотерапевта такая игрушка с которой она спала помогла ей пережить горечь от утраты матери она в это время находилась другом городе и по множеству причин не могла приехать и проститься даже со своей ушедшей мамой но до тех пор пока рядом с ней не оказались ее близкие пока она должна была находиться в изоляции она вот и спала так в обнимку с большой плюшевой игрушкой которая заменяла ей объятия близких близкого человека меня очень радует что в последнее время представление о том что малышу и младенцу и ребенку постарше очень нужен тактильный контакт стали понимать не только психологи но и педагоги молодые воспитатели детского сада рассказали что опытные коллеги наставляют их когда они только начинают работать никогда не избегай объятий твоего воспитанника если малыш хочет с тобой обниматься не отталкивая его дай ему эту возможность его родители сейчас так много работает малыш так мало времени проводит со своими родителями что эти объятия это то в чем он остро нуждается он испытывает по ним голод если ты можешь хотя бы частично этот год утолить сделай это надо вам сказать что существует масса специальных приемов с помощью которых можно организовать вот такое общение с малышом который включает себя и тактильный контакт тоже замечательной вещью является например пальчиковые игры которые кроме всего прочего помогают малышу адаптироваться в детском саду все мы знаем что пальчиковые игры самые разнообразные сороки вороны простейший образец этой игры до любые другие варианты пальчиковых игр это то что способствует интеллектуальному развитию малыша вы наверняка слышали это выражение тренируем пальчики развиваем речь но если эта ситуация если эта игра используется в детском саду с ребенком который только пришел туда и который расстроен плачет скучает из-за отрыва от родителей как может успокоить его воспитатель да очень просто обнять его посадить к себе на колени или сесть с ним рядом и сыграть с ним в пальчиковую игру это замечательно помогает малышу успокоиться улучшает его настроение ведь он получает необходимый тактильный контакт который сам по себе создает чувство комфорта и защищенности его внимание отвлекается на очень понятную для него деятельность манипуляция с его пальчиками и малыш спокоен гораздо легче адаптируется в детскому саду вообще материнский фольклор русский татарский материнский фольклор многих народов это те маленькие коротенькие произведения со стишки песенки игры в том числе пальчиковые игры которых мы уже говорили да это потрясающий материал с помощью которого взрослый может организовать общение с малышом и в том числе и предоставить ему тактильный контакт эти игры эти упражнения просто предполагают такой тактильный контакт все мы знаем эти замечательные ладушки все мы знаем сороку ворону это такие простые всем нам знакомые вещи о которых казалось бы и говорить то не стоит но это совсем не так на самом деле они имеют гораздо большее значение и очень сильно недооценены нашими родителями родитель уставший после работы легче включить для ребенка гаджета да и ребенка уже сам научился его включать нежели посидит и поиграет с ним в ладушки в сороку ворону или другие какие-то пальчиковые игры и это неверно потому что когда мама играет с малышом в эту пальчиковую игру сорока ворона она прикасается к его ладошки она прикасается каждому его пальчику а финал в одном из вариантов сороки вороны особенно ценят нейропсихологи они говорят что для того чтобы ребенок лучше ощущал собственное тело ему очень полезны прикосновения родители по всему его телу например в рамках этой игры к его руке потому что мама дальше не ограничивается движение по ладошке она двигается дальше а здесь бугорок продвигается дальше по руке а здесь пенек поднимается выше по руке и щекочет малыша под мышкой а здесь холодная водичка оба весело смеются и так замечательно заканчивается это всем нам хорошо знакомая пальчиковая игра прикосновения нужны младенцу в этом я думаю мы с вами уже убедились но дети постарше а им прикосновения нужны оказывается нужны и не меньше все мы с вами знаем кучу малых это такая возня малышей которые не всегда нравится взрослым потому что пачкается одежда потому что всегда есть опасение что дети там как-то себя так сказать повредят травмируют и так далее но чаще всего такого не происходит дети барахтаются в куче из детских тел и испытывают при этом невероятное удовольствие почему это очень правильно потому что они участвуют в том тактильном взаимодействии которым остро не хватает жизни всегда возятся возятся щенята котята маленькие когда они играют друг с дружкой и это не просто подготовка к будущей охоте или будущим сражениям это еще и возня это интенсивный тактильный контакт который малышам так необходим я думаю что эти фотографии показывают вам что от такого удовольствия как возня в куче да не отказываются не только дети и взрослые к сожалению наша сегодняшняя жизнь устроена так что очень часто те традиционные вековые вековые формы общения взрослых и маленьких детей уходят из нашей жизни их заменяют новые технологии да нас умиляет когда малыш очень уверенно оперирует с гаджетом но мне кажется эта картинка очень хорошо показывает слишком много в общении детей с гаджетами таких ситуаций когда они находятся именно рядом и каждый со своим гаджетом и при этом никак не взаимодействует тем более не взаимодействует тактильно хотя если обратиться к любым народным фольклорным традициям материала для этого в виде игр песен и других так сказать форм фольклора очень много жмурки такая простая игра что здесь рекламировать почему нужно пропагандировать эти простые игры которые мы все знаем из своего детства для сегодняшних родителей меня всегда очень умиляла и и удивляла что для целей коррекции каких-нибудь психических нарушений педагоги предлагают как раз вот такие простые народные всем нам знакомые игры они какие-то забысловатые рецепты каких-то особенных процедур которые нам кажутся очень новыми очень современными прогрессивными и потому более убедительными это не совсем так если вы в нашей жизни наших детей было больше такого простого общения проще таких подвижных игр игр которые сопряжены с прикосновением друг с дружкой со взаимодействием со становлением эмоциональных контактов если бы в эти игры активнее включались родители если бы они активно играли здесь мы жмурки если бы они активно возились с ними боролись ними папы борются с матчиками по крайней мере боролись раньше и это возня доставляла обоим невероятное удовольствие так вот если бы все это происходило в семье в нормальном развитии ребенка меньше было бы необходимости эти процедуры для детей специально проводить специалистом нейропсихологом на этом мы заканчиваем наш очень коротенький обзор того какое место занимает в жизни человека вообще и в жизни ребенка в частности прикосновения тактильные контакты и так далее я бы хотела закончить этот ролик этот сюжет знаменитой китайской пословицей она на экране если кошку не гладить у нее хребет рассыплется мы же понимаем метафорический слой метафорический смысл этой поговорки примем ее на вооружение и давайте обниматься